Старец Продолжение следует... Преподобный Лаврентий говорил... Пресвятой Троицы, славимого Отца и Сына и Святого Духа. Преподобный Лаврентий Черниговский говорил... Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, это един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию, это вместе Святая Русь. Знайте, помните и не забывайте, Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее царство, а кормлять его будет царь православный, Божий помазанник. Царь будет от Бога. В России будет процветание веры православной и прежнее ликование только на малое время, ибо придет страшный судья судить живых и мертвых. Русского православного царя будет бояться даже сам Антихрист. При Антихристе будет Россия самое мощное царство в мире, а другие все страны, кроме России и славянских земель, будут под властью Антихриста и испытают все ужасы и муки, описанные в Священном Писании. Это пророчество полностью согласуется с широко известным обетованием преподобного Серафима Саровского. Он говорил, что все закончится воцарением Антихриста над всеми странами мира, кроме России, которая сольется в одно целое с прочими славянскими странами и составит громадный океан, пред которым будут страхи прочие племена земные. И это так верно, как дважды два-четыре. Святитель Феофан Полтавский, новый затворник, а после революции епископ Болгарский, скончался затворником в пещерах Франции. Этот великий подвижник Божий был одним из величайших богословов своего времени, вся жизнь которого была не пристанной молитвой, а страждущей под игом богоборчества и атеизма Родине. Ее дальнейшие судьбы были открыты святителю, и он предсказывал. Вы меня спрашиваете о ближайшем будущем и о грядущих последних временах? Я не говорю об этом от себя, но то, что мне было открыто старцами. Приход Антихриста приближается и уже очень близок, но перед его приходом Россия должна возродиться, хотя и на короткий срок. И царь там будет избранный самим Господом, и будет он человеком горячей веры, глубокого ума и железной воли. Это то, что о нем нам было открыто, и мы будем ждать исполнения этого откровения. Разве что из-за грехов наших Господь отменит его и изменит свое обещание. Святитель Феофан неоднократно подтверждал, что многие великие старцы предсказывали, что сам народ восстановит православную монархию. О царе он говорил, самим Богом будет поставлен сильный царь на престоле, он будет большим реформатором, он не зринит неверных иерархов церкви, он сам будет выдающейся личностью с чистой, святой душой, он будет Божьим избранником, послушным ему во всем. Но эта Россия просуществует недолго. Вскоре будет то, о чем говорит апостол Иоанн в Апокалипсисе. Я утешаю себя словами архи-бископа Феофана. Он говорит, я не буду говорить вам на основании своего собственного разумения. Я скажу вам то, что говорили мне старцы, благодатные старцы. Что в России будет восстановлена монархия, что будет гениальный царь, великий по уму, по вере пламенной, железной воле человека. Он все возьмет в свою руку. Одним из самых удивительных прозорливых в истории православия был преподобный Авель, как его называли, тайновидец. Еще в 18 веке он предсказал день смерти Екатерины II и Павла I. Предсказал Александру I взятие французами Москвы. Уже в 1800 году он знал имена и судьбы всех правителей империи, вплоть до кровавой революции и убийства Николая II. Про революцию Авель говорил, мужик с топором возьмет безумие власть и наступит воистину казнь египетская, кровь и слезы напоят сырую землю, брат на брата восстанет. За свои предсказания он просидел более 20 лет в тюрьмах и сегодня исполнились все его пророчества. Осталось только одно. Преподобный Авель предсказывал восстановление самодержавия на Руси и появление последнего православного царя. Он писал про него. И восстанет в изгнании из дома твоего князь великий, стоящий за сынов народа своего. Сей будет избранник Божий. На главе его благословения он будет един и всем понятен. Его учует само сердце русское. Облик его будет державен и светел. И никто же речет царь здесь или там, но это он. Воля народная покорится милости Божией, и он сам подтвердит свое призвание. Велика будет потом Россия. Вернется к истокам древней жизни своей, ко временам равноапостольного. Дымом фимиама и молитв наполнится Святая Русь и процветет Акикринь небесный. Старец Архимандрит Серафим Тяпочкин был тем благодатным старцем, который смог взять икону святого Николая Чудотворца из рук окаменевшей девушки Зои в знаменитом чуде Зои Настояния, потрясшем в 1956 году жителей советского Куйбышева. В 1921 по 1936 год он состоял благочинным в церкви Солонянского района Днепропетровской области. До 1941 года служил в Днепропетровске, тогда Екатеринославе, и испытал на себе все – гонения богоборческой власти, ссылки, тюрьмы, покушения. Батюшка сподобился от Господа благодатных даров любви к людям, непрестанной сердечной молитвы, прозорливости и исцелений. На вопрос, а что будет с Украиной и Белоруссией, старец отвечал – все в руках Божьих. Те, кто в этих народах против союза с Россией, даже если они считают себя верующими, становятся служителями дьявола. У славянских народов – единая судьба. И еще скажут свое веское слово преподобные отцы Киево-Печерские. Они вместе с сонмом новомучеников российских вымолят новый союз трех братских народов. Россия должна выстоять в этой битве после страданий и полного обнищания. Она найдет в себе силы воспрянуть, и грядущее возрождение начнется в землях, завоеванных врагами, среди русских оставшихся в бывших республиках союза. Именно там русские люди осознают, что они потеряли. Осознают себя гражданами той великой отчизны, которая еще живет. Пожелают помочь ей подняться и восстать из пепла. Также подтверждали общую судьбу России, Украины и современные старцы. В памяти многих людей жив схиархимандрит Иона Одесский, который почил совсем недавно, в 2012 году. Тысячи людей каждый день со всех концов земли приезжали к отцу Ионе, чтобы получить помощь, наставление, исцеление. После общения с ним перерождалась каждая страждущая душа. Молитвы он исцелял, возрождал веру в людях, давал надежду, силы жить, спасаться. Отец его наскорбил о том, что политики отрывают Украину от России. Секты разные, все. Куда еще разделяться? В Атычи? Украинской церкви нельзя от русской отделяться, да? Нельзя, конечно. Это же Божий промысел, а Божий промысел великий. Там, значит, выросла она, значит, Великая Русь, да. А Киев стал Малая Русь. Но Русь не Украина. Он говорил нам, я сам малорос, но скажу, нет отдельно Украины и России, а есть единая, святая Русь. А разделить нас решили враги, чтобы уничтожить православие на Малой Руси. Но Господь того не допустит. Еще он говорил, всех русских прошу молиться за царя. Если в России будет царь, Господь пошлет нам большую благодать. Старец верил, что если будет искреннее покаяние, то милостивый Господь по молитвам Пресвятой Богородицы, Царицы Небесной, восстановит святую Русь во главе с православным царем, помазанником Божиим. Я вчера приводил нашим знакомым практически предсмертные слова старца Ионы, Игнатенко, одесского старца. Они записаны, это есть, то есть авторитет как бы не оспаривается никем. Я им говорил, что вот старец записано сказал, что через год после моей смерти начнется большие потрясения, начнется война, начнется голод. Умер он 20 декабря 2012 года. Продлиться это два года, он сказал, 14 по 16, и закончится большой войной. Будет очень-очень много крови, будет это два года, после чего будет русский царь. Вот это его последнее слово. Старец Христофор Тульский еще при жизни был известен своей высокодуховной жизнью, подвижничеством, прозорливостью. Известен случай, когда он воскресил человека, умершего в реанимации. Молитвуя свою, батюшка неоднократно вызывал дождь, останавливал смерть. Господь дал Отцу Христофору и дары исцелений, их было настолько много, что воспоминания о чудесах порой превращались в обычную информационную сводку. Чудо для Отца Христофора было нормой. Это было как бы естественным состоянием его благодатной души, за которым сокровенным от глаз таился неимоверный, аскетический подвиг воздержания и молитвы. Он говорил, «И гонение будет, но все будет нормально, ведь над Россией покровительствует Божья Мать, над Россией Царица Небесная. Она молится, держит нас под своим покровом, поэтому Россия не будет ни перед кем на коленях, и православие сохранится, хотя и будет стеснено, и между конфессиями будет большая борьба. Но все равно люди для спасения потянутся все к православию. Россия процветет, будет новый царь, она воскреснет и освободится от этой заразы сатанинской, и жизнь будет очень хорошая, благочестивая. Но все зависит от нашего покаяния. Нужно соборное покаяние, чтобы был у нас новый царь». Отец Николай Трубин прошел тернистый путь от странника Евродиова до Иерея, на хрупкие плечи которого Всевышний возложил тяжелый крест старчества. Множество людей, как с Украины, так и России, могут рассказать о его благодатной помощи в своей жизни. И сейчас, после его смерти, к его могилке в Херовограде приезжает множество паломников с мольбами о бесцелениях и поддержке. И, как и при жизни, батюшка никому не отказывает в помощи. Батюшка говорил, «Бог послал через Кирилла и Мефодия церковно-славянский язык для единого народа, Святой Киевской Руси». Как и все духоносные старцы, отец Николай не поддерживал идеи разделения славянских народов. Батюшка часто повторял, что Русь – это единое целое. Россияне, украинцы, белорусы – все это русские. Если эти народы будут вместе, будут непобедимы. А порость погибнет. Он прорекал, вот сейчас Украина с Россией разъединяются, а придет время, будут соединяться. Иосиф Ватопецкий, афонский старец, ученик святого преподобного Иосифа Исихаста, подарившего миру множество последователей, выжигающих свет веры во всех концах света. Иосиф Ватопецкий даже после смерти старался помочь и ободрить людей. Известно чудо, связанное с его смертью. Умер он из-за болезни сердца, и пока его готовили к погребению, на его лице отобразилась блаженная улыбка, отображающая тот божественный свет, к которому старец стремился всю свою жизнь. Известный современный старец Рафаил Берестов так рассказывает о нем. «Блаженный старец, отец Иосиф Ватопецкий, говорил мне, что грядут времена грозные, но после определенных страшных событий многие славянские народы присоединятся к России. Милостью Божией будет избран православный царь, и тогда в России произойдет очищение церковное. А царь же наш будет очень светлым, сильным, талантливым человеком, правящим с любовью и мудростью. Об этом свидетельствуют святые отцы церкви. В этом наша надежда и наше утешение». Также у отца Рафаила спрашивали, какой путь к монархии. Я вам скажу, какой путь. Путь через войну. «Будет война, она готовится, она уже близко. Война будет очистительная. Грешники погибнут. Поэтому никакого греха не допустим. Ни винопития, ни наркоманий, ни греха, и измены женам. Ни в коем случае нельзя допускать. Иначе мы все просто очистим страну нашу от людей. Поэтому будем от всего этого беречься. Будем воцерковляться». Схимонахиня Сепфора представилась на 102-м году жизни. Ей, великой молитвеннице, прозорливой старице, было дано прожить долгую жизнь. Верно для того, чтобы донести до людей нового времени традиции старинного благочестия, подлинной праведности, крепкого стояния в вере. Она говорила, «Если в России будет царь, и она сильна будет православием, то даже во времена Антихриста Россия, возможно, останется единственным государством, которое не примет печати Антихриста». Современный греческий ромонах старец Элпидий Афонский в настоящее время прибывает с апостольской миссией в Африке. Ревностный подвижник истинного благочестия, обильно стержавший благодатные дары смирения и любви к людям, сердечной молитвы за весь мир, прозорливости. Он говорит, «Малое число народа России сохранило пламя веры в сердцах. Но какое пламя? Оно не угасло и не угаснет. Большинство православных России, как мы говорим, остались на празднике верного воскресения. Это малая часть народа, которая в своих сердцах пламенеет искренней любовью к Христу и Богу. Эта малая часть просит Господа о спасении. И по молитвам этой малой части Господь задерживает многие события. Задерживает, чтобы Слово Его услышало большинство. Много страданий перенес русский народ, но вера его жива, и вера этого народа сильна, и Господь смилуется. Задерживаются события, ведущие к кровавой войне. Задерживаются, чтобы повернулись, обратились к Господу и остальные люди. Старец Николай Гурьянов, настоятель храма во имя святителя Николая на острове Залин, был одним из великих старцев последних времен. Невозможно перечесть, сколько побывало паломников на этом отдаленном острове, сколько страждущих и ищущих в разумление получили через него помощь от Бога. За внешней простотой, шутливостью, своеобразием поведения Отец Николай скрывал свои духовные дарования, совершение подвига непрестанной глубокой истинной молитвы. Отец Николай подтверждал, что мы живем в последние времена. Он давал понять, что нам надо ждать последнего русского православного царя, и что он уже здесь. И время до его прихода нужно измерять нашими человеческими годами и месяцами. Еще Отец Николай говорил, «Дух Антихристов и дух его предтечь может быть сокрушен лишь благодатью царской власти, Богом, дарованной своему народу и своей земной церкви, а потому царская власть является единственно законной и им самим утвержденной». Иероский монах Иероним Санаксарский еще при жизни перешагнул за незримый рубеж, отделяющий обыденность от чуда. Многим он являлся во сне, давал советы, оказывал поддержку, находясь при этом за сотни километров. Его молитва оказывала немедленное и очень сильное действие. Сам его образ, помимо сознания, влиял на душу человека. Еще при жизни он излучал божественный свет. Он говорил, «Пророчества грядут по воле свыше. Когда мера исполнится, Господь Вседержитель устрояет заблудшего человека к исправлению, ко спасению от погибели. Пророчества предостерегают, а кто противится, на том сбываются». Он говорил, «Еще будет царь в России, еще будет рассвет в нашем Отечестве, и что Россию никогда не сломит никакой Антихрист. Наша страна будет стоять до Второго пришествия». Благодатные дары Господа Старицы и Схимонахи Ленили – прозорливость, пророчества, мудрый совет, исцеление болезни, утешение, засвидетельствованные приходившими к ней за помощью и советом. Она видела духовными очами душу человека, прозревала всю его жизнь, как настоящую, так и прошлую, и будущую. Поэтому так действенно была ее помощь людям, уходившим из кельи стариться утешенными, ободренными и окрыленными. Матушка не раз говорила, «Господь продлил время для России, Господь может отложить исполнение пророчеств. Многое зависит от нас, верующих, от нашего молитвенного настроя, покаяния, нашего подвига очищения себя. Дети, Матерь Божия не оставит Россию. Она любит Русь, защитит ее, спасет ее. Россия – страна Божьей Матери, и она не даст ей погибнуть, заступится за нас. Ведь она так любит Россию. Россия поднимется и будет великой духовной страной». Также приводим слова схемонахини Михаила Сарычевой, весьма чтимой подвижницы и молитвенницы. Подобно Лаврентию Черниговскому и Серафиму Вырезкому, она помогала людям в тяжелые времена Великой Отечественной войны. Говорила родным, кто вернется с фронта, кто нет, и ее слова всегда сбывались. Как и другие старцы, она предсказывала развал союза, открытие церквей и много других событий, которые уже сбылись. За возрождение самодержавия она говорила, «Было время, встали утром, а им объявляют, царя сняли. А придет время, встанут утром, а им скажут, царя поставили». Так вот получилось в моей жизни, что на Рождество в этом году Христова я попал на Афон и имел встречу со старцем, Гавриилом, с которым я говорил очень долго о судьбе, о будущности нашей страны, нашей Святой Руси. И, вы знаете, он задумался минут на 10-15, он ни одного слова не произнес, когда я у него спросил, что же будет с нашей страной, что нам делать, как нам быть в эти сложные, суровые, грозные времена. И вот спустя 10-15 минут он открыл глаза и сказал, «Русь, Россия, Святая Русь, воспрянет только при одном условии. если мы все будем горячо молиться за нашу страну, если мы будем грехи наши исправлять и не повторять». После этого он умолк и прошло еще значительное время, и он сказал, «Русь воспрянет, Русь будет опять святой, и Русь будет царем». Многие христиане задают вопрос, «А зачем нам земной царь? Ведь мы должны стремиться к небесному царю, Господу нашему Иисусу Христу». Но вопрос царской власти – это дело любви к своим ближним и спасения нашего народа. Современный демократический строй, насаждаемый из Запада, нацелен на гибель каждой души, начинает специальное развращение детей, гомосексуализации всего общества и до тотальной идентификации и уничтожения православной церкви. Православный царь – это удерживающий. Благодать царской власти, сообщаемая при миропомазывании, становится непреодолимой преградой мировому злу и глобализации построения антихристовой системы управления миром. Без этой благодати остаться свободным от антихристовой системы возможно только мученичество. И если бы мы даже были уверены для себя, что готовы на мученичество ради спасения наших душ, то давайте зададим все вопросы, а готовы ли наши дети, близкие и все наши сограждане. В отличие от демократии, православная царская власть способствует покаянию народа и предуготовляет его к приходу Господа нашего, судей всех живых и мертвых. Архиепископ Аверкий Таушев писал, сама идея монархии, возвращение к которой, как исторической форме государственного управления России, многие справедливо видят спасение, эта идея свята и дорога нам не сама по себе, а лишь постольку, поскольку она имеет опору для себя в нашей православной вере и церкви. Поскольку царь наш, царь православный неформально и официально только, а и на самом деле является первым сыном и высоким покровителем и защитником православной веры и церкви, поскольку он действительно помазанием Божи. Призрак православной России с православным царем во главе, однако до сих пор страшит врага Божия и врага рода человеческого спасения дьявола, который боится, как бы она не воскресла вновь. Он продолжает всячески клеветать на нее, стремясь как можно больше очернить все ее прошлое, в расчете, что найдутся люди, которые поверят клевете и воспрепятствуют ее восстановлению. Еще надо помнить, что перед концом мира самим Господом предсказана всемирная проповедь Евангелия и проповедана будет все Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам и тогда придет конец. Еще не было той полной проповеди, проповедано в основном сектантское псевдохристианство, как на примере свидетелей Еговы, которые на словах проповедуют Христа, а на деле готовят Это будет проповедь настоящей веры христианской. Как передавали нам святые отцы, проповедь эта пойдет из России. Поэтому восстановление православного самодержавного Царства Святой Руси необходимо приближать и ради всего человечества во имя принесения в последние времена земной истории последней проповеди Евангелия Царствия или проповеди всемирного покаяния. Вот как по этому поводу высказался замечательный подвижник митрополит Иоанн Снычев. Жестокая и кровопролитная борьба за русское сердце не прекращается и поныне. Более того, именно сейчас, сегодня, она близка к своей кульминации, к тому решающему моменту, который определит, вернется ли наша истерзанная страна на духовные просторы Святой Руси или оглушенная и оболганная пойдет широким пространным путем ведущим погибель. Устроением Божиим Святой Руси отведены самые большие и богатые земли планеты. Святая Русь изначально задумана и создана как видимый символ Пресвятой Троицы на земле. Видимый знак в образе трех единокровных русских народов, туго заплетенных в косу от одной главы. Треческое устроение в мире горнем вышнем, символически отраженное вдольнем земном. Многие великие старцы и в частности святой праведный Иоанн Кронштадтский говорили, что Русь является подножием престола Пресвятой Троицы на земле. Они видели это триединство воочию духовным оком. Иоанн Кронштадтский в частности говорил, Я предвижу восстановление мощной России еще более сильной и могучей на костях вот таких мучеников. Помни, как на крепком фундаменте будет воздвигнута Русь новая, по старому образцу, крепкая своей верою во Христа Бога и Святую Троицу и будет по завету святого князя Владимира как единая церковь. Еще отец Иоанн говорил, демократия в аду, а на небе царство. Сегодня от нас зависит выбор. Либо мы будем продолжать играть в демократию и все больше превращать свою землю в ад, испытывать лишения, войны, голод, насилие, либо мы поймем свои заблуждения, покаемся и Господь вернет нам утраченное православное царство для жизни во всяком благочестии и чистоте. Ведь наше земное Отечество Святая Русь дана нам Господом для того, чтобы мы имели возможность стать гражданами нашего главного Отечества, Царствия Небесного. Первый иерарх Русской Православной Церкви за границей митрополит Виталий говорил, «Будут брошены все силы, миллиарды золота, лишь бы погасить пламя русского возрождения, но мы твердо верим, что молитвами наших святых угодников Божьих, мученическими жертвами ее народа, покаянием она восстанет». «Будут » «Будут субтитры и «Будут субтитры » субтитры и «Будут » Субтитры создавал DimaTorzok